Доброе утро, друзья! Просыпайтесь! До весны остается два дня. Это, конечно, не значит, что и вместе с ней придет тепло, но теплую обстановку вам обещаем мы. Мы работаем в прямом эфире. Я Александр Ткачев и Салия Сарасинбаева. И сразу на двух телеканалах вы можете увидеть наши светлые лица. Первый Крымский и Крым-24. Да, и мы уже готовы рассказать вам о самых главных новостях, которые произошли за последние 24 часа. Мои коллеги подготовили для вас специальный выпуск. Строительство Центра полиэтнической культуры молодежи при Крымском инженерно-педагогическом университете. Объект будет включать студенческие общежития, спортивные залы, библиотеку, учебные помещения. Главная задача – формирование для крымской молодежи полиэтнической среды. Здание возводят в рамках федеральной целевой программы. На стройке побывала наш корреспондент Анастасия Кошель. Каждый день первый ректор университета, а теперь его президент Февзи Якубов, наблюдает, как этаж за этажом поднимается к небу новое здание – Центр полиэтнической культуры. Перед строительством пришлось пройти сложный путь. Задумка появилась еще, когда я жил в Ташкенте. В 16-м году мы ей заложили камень. Вот 16 лет у меня была ходьба по мукам. Я атаковал там, где нужно, а может быть иногда там, где не нужно. На меня уже, обо мне уже рассказывали разные притчи, анекдоты. Он опять пришел по поводу своего центра. Мне говорили, что это утопия и так далее. Ну, слава Богу, мы вернулись в родные пенады и нас поняли. Мы заложили там капсулу. Тогда я от радости отвернулся от всех и плакал. Открытие нового здания не просто событие, а жизненная необходимость для многих студентов. Своего общежития в университете нет, в других мест не хватает. Эвелина вынуждена жить на съемной квартире. Ежедневно по пробкам едет в Кипу. Часто опаздываю на пары, на первые. Также платить каждый месяц, ну, как бы это тоже накладно. Я жду открытия центра, потому что так будет намного проще. Говорят, там будет библиотека. Библиотека – это вообще самое лучшее, что может быть рядом с университетом. Сотрудники библиотеки с мнением студентов солидарны. Сейчас в читальном зале всего 200 мест. Обучающихся – больше 6 тысяч. Сотрудники мечтают о переезде. Они принимали участие в создании проекта будущего хранилища знаний. Сделали план этой библиотеки. Библиотека будет круглой формы, как цирк. Очень красивая. Четыре этажа. За последние четыре года фонд пополнился более чем на 70 тысяч экземпляров. Из года в год мы покупаем литературу и пополняем фонд. И если мы дальше будем так пополнять фонд, то мы вообще не поместимся на наших площадях. Тем временем первая очередь строительства на завершающем этапе. Рабочие закончили возведение каркаса. Ведется устройство фасада, утепление здания и устройство фасада здания. Приступили к витражному остеклению здания. Также ведется монтаж лифтового оборудования. Также внутри здания ведутся работы по устройству инженерных систем. Материалы преимущественно отечественные. Общая стоимость строительно-монтажных работ 747 миллионов рублей. На 14 этаже расположится зимний сад общей площадью в 1400 квадратных метров. Отсюда открывается невероятный вид на горы, в том числе и на первое здание университета. Уже готово крыло с общежитием. Оно блочного типа, рассчитано на 724 места. В каждом отдельный санузел, просторные помещения и даже панорамные окна. Однако главная задача не строительство, не расширение кабинетов, а создание в этих стенах полиэтнической среды. Я скажу все-таки о том интеллектуальном источнике, который будет формировать полноценного, зрелого гражданина, который находится в полиэтничной среде. А это сегодня наш Крым. И возможность взаимодействия молодежи с разных материков, с разных частей Российской Федерации, с разных уголков планеты Земля. И позволит, во-первых, расширить культуру. Все работы идут согласно графику. В ближайшие месяцы закончится разработка второй очереди строительства. Сдать объект планируют в срок, в декабре этого года. Анастасия Кошель, Рустам Файзулин. Новости 24. Южное обновление. В Ялте продолжается реконструкция Приморского пляжа и парка. Более половины работ выполнено. Подрядчики в сроки укладываются. Все планируют сделать до начала курортного сезона. С ходом строительства ознакомились наши корреспонденты. Подробности в материале Екатерины Серегиной. Приморский пляж – излюбленное место отдыха и ялтинцев и гостей. Расположен в центре города. Отсюда открывается вид на горы и набережную. Сейчас здесь развернулась строительная площадка. Ежедневно на объекте трудятся несколько десятков человек. Обустраивают почти 400 метров пляжа. Уже провели противооползневые работы. Установили новую подпорную стену. Подходит к концу еще один основательный этап. Строители уже выполнили 70% бетонных работ. Они включают в себя променантную часть, смотровые площадки, а также торговые объекты. В этих помещениях расположатся кафе, рестораны, магазины с сувенирами. Уже переходят к внутренней отделке. Когда уберут тяжелую технику, в прогулочной части начнут укладывать гранитную плитку. Таким образом, эта зона станет гармоничным продолжением городской набережной. Сам пляж не сокращали. И он останется прежним, но с новой галькой. Весь комплекс будет выполнен. Раздевалки, душевые, медицинские пункты, спасательные службы. В рамках инвестиционного соглашения все это обойдется в 280 миллионов рублей. Сверху над пляжем продолжается реконструкция Приморского парка. Укладывают плитку. Где-то уже все готово. Где-то в процессе. Рядом с теннисными кортами на последнем участке Приморского парка готовится основание под брусчатку. Будет проложены ливневые лотки для сбора воды. Потом будет уложена гранитная плитка и брусчатка. А также будут установлены фонари и автоматический полив для растений. Особый акцент делают на озеленение. Слой старого дерна полностью заменят новым грунтом. Уникальные растения сохранят и дополнят парк новыми видами. Будет высажено большое количество субтропических, декоративных, цветущих растений. Таких как китайская веерная пальма, хомеропс, араукария, юка, агава и многие другие растения родом со всех уголков земного шара. Александр Егоров живет в Ялте почти 70 лет. Таких масштабных преобразований парка не помнит. Людям будет лучше приезжим. Ну и нам, жителям местным, пройтись, посмотреть красоту такую. На реконструкцию парка заложено 340 миллионов рублей. Все работы находятся под регулярным контролем. Служба главного архитектора. Мы туда выезжаем раз в две недели. Еженедельно нам с фотофиксацией присылают объемы выполненных работ. Если возникают какие-то вопросы, мы стараемся помочь с их урегулированием. Все в комплексе и пляж, и парк планируют закончить к 31 мая 2019 года. Екатерина Серегина, Игорь Пенищук, Новости 24, Ялта. Такой была информация этого выпуска. Еще больше новостей расскажем по ходу эфира. Очень отрадно, что Крым постоянно обновляется, постоянно придутся какие-то новые стройки, строятся объекты, возникают новые инфраструктурные какие-то элементы. Это действительно здорово. Мы живем в эпоху просто второго возрождения. Особенно радует, что занимаются озеленением не только в Ялте, но также и в Симферополе. В парке Гагарина обещают, что появится Аллея Рос. Правда, еще неизвестно точное место. Но я думаю, что в скором времени начнут высаживать. Ну, узнаем об этом тогда, когда она появится. Ну, а сейчас я предлагаю пообщаться с нашей радийной студией, с коллегами, которые сейчас ведут прямую трансляцию линии. С нами на связи Олег Кричков и Екатерина. У нас сейчас связь с нашими коллегами с утра. Доброе утро, друзья. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, коллеги. Рассказывайте, о чем вы сегодня разговариваете? Вы так расселись подальше друг от друга. У нас сегодня две очень важные, на наш взгляд, темы. Это же, конечно, мусор, проблема мусора, которая встречается не только, наверное, в нашем регионе, но также и по всей России. Ну, и, конечно же, долевое строительство. Это не менее актуальная тема. У нас все проще. Мы не занимаемся сегодня мусором. Мы ли занимаемся, я даже не знаю, как это сказать. Да мы ушли в попсу, причем в украинскую попсу. С крымским, я бы сказал, душком. Оттенком. Оттенком. Нет, душком. Именно душком мы говорим о украинском конкурсе Евровидения. И все, что с ним связано, вспоминаем дуэт Анна Мария, вспоминаем Маруф. И теперь гадаем, кто же все-таки будет представлять Украину на Евровидении. Я ставлю на Петра Алексеевича Порошенко, а он споет. Да, конечно же, это будет суперзвезда, если он туда поедет. Это шоу точно запомнится. Ну, а крымчанок мы поддерживаем. Анну Марию. Да, абсолютно все взаимно. У меня немножко сложнее ощущение. Я стоял под сценой Майдана в Киеве, когда там работал, и слушал их исполнение с этой сценой. И поэтому сказать, что я их поддерживаю, я не могу. Тоже верно. У каждого свой взгляд на музыку. Но тем не менее, если они захотят приехать в Крым и здесь выступить, я думаю, что люди придут на этот концерт. Я не думаю, что в ближайшее время они захотят здесь выставить. Спасибо, коллеги. Хорошего эфира вам. Всего доброго. Спасибо. Спасибо большое. Вернемся. Мы тоже возвращаемся к вам, дорогие крымчане. И вопрос, который наиболее тревожит крымчан и всех жителей полуострова в последнее время, это как раз-таки погода, которая показывает свои самые нелицеприятные стороны ввиду своей холодности, скажем так. И как мы знаем, последняя ночь, не сегодняшняя, прошедшая уже, была самой холодной в эту зиму. В некоторых районах Крыма отмечалась температура ниже минус 15 градусов. И это своеобразный рекорд, отрицательный рекорд этого года. Да, синоптики говорят о том, что такая погода сохранится до конца месяца, но до конца месяца всего остается два дня. А само начало весны уже будет ощущаться где-то в середине марта. В принципе, осталось ждать не так долго. Сейчас, конечно же, к нам пришел холодный циклон, поэтому ожидаем, когда же он нас покинет. Ну, чуть более подробно о погоде на сегодня прямо сейчас. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Я тоже так считаю. И я думаю, что молодые учителя тоже не откажутся. Всем тем, кто еще не достиг стажа трех лет, правительство Российской Федерации и Республики Крым будет доплачивать теперь. И это, по-моему, замечательно, потому что мы знаем, что учителя – это та опора нации, которая возводит стены, возводит наших воспитаний. И вообще очень хорошо, когда правительство помогает именно молодым педагогам, которые только становятся на ноги, и именно такая денежная, конечно же, поддержка им в этом поможет особенно. Действительно, так и есть. Я предлагаю обратиться от… известно, что самые две славозащищенные социальной группы – это учителя и художники. Так вот, художники – это очень интересная тема, и следующий сюжет как раз об этом. Крымские пейзажи, иконы и даже мозаика. В Симферопольском доме художника открылась выставка памяти крымского живописца. Владимир Колесник родился в Днепропетровске, обучался искусству живописи в Крыму, во Львове и даже в Москве. Но местом для жизни выбрал Крым, и до конца жизни художник жил в Ялте. Почему, становится понятно по его картинам. На экспозиции одни из самых ярких картин художника. Пейзажи, пронизанные чувственностью приморского города, акварельные натюрморты, изображения будней крымских народов. Произведения будто передают экспрессивный характер автора. Я думаю, что этот художник всегда скучал по живой натуре. Поэтому, где бы он ни был, он обращался к этюдам натурным. Вот здесь мы видим Самарканд, здесь мы видим крымскую тематику, ну вот это вот уголок Тарханкульта, такого западного нашего побережья. Вот уже сюжетная картина. Он вообще, ну как бы очень интересовался этнографической стороной жизни. После окончания Симферопольского художественного училища Владимир отправился во Львов учиться монументальной живописи. Работы в этом стиле стали визитной карточкой живописца. Картина «Джангуль Тарханкульт» называется. Это вот он писал тоже с натуры, ездил на Тарханкульте. И как техника холст-масло. Ну вообще вот у него пастозное, видите, то есть это где-то просвечивается лессировка, вот, а потом сверху уже идет корпусное письмо, такое вот масло. То есть оно такое живое, даже не импрессионизм, даже экспрессионизм. Много работал автор еще в одном направлении творчества. По благословению архиепископа Львовского и Галецкого Августина Владимир отправился на обучение в Москву. Владимир Колесник три года учился в иконописной школе при Московской Духовной Академии и был одним из самых ярких учеников выпуска. Кроме классических работ есть непривычные и даже странные. Автор увлекался византийской живописи, главной чертой которой были грубость и схематичность. Это картина «Пир в Кане Галилейской». Взят за основу сюжет библейский про рыб и про вино, известный сюжет, и он трактовал по-своему. То есть он стилизовал, вот, есть фигура Иисуса, потом люди вот пришли, то есть кувшины, вот эти амфоры, то есть он все как, ну, максимально вот такую идею передал, там, значимость, ну, так как, такой как праздник. Художник расписывал храмы, создавал фрески и проекты алтарных мозаик. Эти работы были созданы исключительно для домашнего иконостаса. Особенно интересно средняя, потому что ее техника напоминает то, как в средние века украшались храмы. Для создания этого фрагмента каждая стеклышко, иначе говоря, смальта, укладывалась в ручную на восковую дощечку. Чтобы создать такую золотую смальту, используют фольгу, проложенную между двумя слоями стекла. Некоторые — не больше спичечной головки. Параллельно нельзя было вот иконы и картины, то есть надо было выбирать, потому что когда он иконы писал, ну, он погружался, то есть это как, вообще, как молитва в красках. Владимир Колесник писал картины на протяжении всей жизни. Менялся он, менялся стиль. Выставка продлится до 8 марта, вы еще успеете ее посетить. Вход абсолютно свободный для всех желающих. Саша, знаешь ли ты, что винзавод «Массандра» вернут в собственность Республики Крым? Такое постановление подписал председатель правительства Дмитрий Медведев. Но я напомню, что «Массандра» в 2014 году была национализирована, но она была передана в управление делами президента России. А теперь, конечно же, вернется в управление Республики Крым. Спасибо за эту новость. Пока я не готов отдавать ей оценку какую-то. И вообще, как говорят журналистам, этого делать не стоит. Но я точно знаю, что история — это та наука, которая обычно довольно точная. И я предлагаю прямо сейчас перейти к хронографу, где мы рассказываем о событиях, которые произошли в этот день, но много лет назад. 26 февраля — день рождения термина «микроб». Это слово придумал французский филолог Эмиль Литре. Сами бактерии были открыты более 250 лет назад. Именно тогда появилась возможность с помощью оптики наблюдать за невидимыми организмами. Однако название получили только через 109 лет. Основоположником же мировой микробиологии был Илья Мечников. 26 февраля 1935 года шотландский физик Роберт Александр Уоцинуот успешно продемонстрировал свое новое изобретение. С его помощью ученый обнаружил самолет на расстоянии 64 километров. Новую систему окрестили «Радаром». Он работает на основе радиоволн. Позже именно это открытие поможет российскому физику Александру Попову придумать радио. В этот день 150 лет назад родилась русская революционерка Надежда Крупская. Известна как супруга Владимира Ленина. Однако и сама по себе она была неординарной личностью. Заниматься политикой Крупская начала еще в юности. Стояла у истоков создания пионерской организации. Написала множество книг и статей по литературе и педагогике. Боролась с детской беспризорностью. В этот день родился Леви Штраус, изобретатель джинсов. Он не был модельером или дизайнером. Однако ему удалось создать легенду. Как предприниматель понял, что из материалов деним и джин можно шить брюки. Первая модель была коричневого цвета. Сегодня отмечается Всемирный день неторопливости. Название и смысл этому празднику придали итальянцы. Впервые его отметили в 2007 году. В Риме в этот день проводится медлительный марафон, дистанция которого составляет всего 300 метров. Преодолеть расстояние нужно не быстрее, чем за 87 минут. Скорость – это наше все. Я предлагаю сейчас поговорить о ценах на углеводороды, бензин, газ и дизельное топливо. Итак, цены эти подвержены, как мы знаем, колебаниям. Поэтому наша задача освещать и просвещать вас относительно этого рынка. Итак, газ. На сегодня цена газа равняется 28 рублям и 19 копейкам. Дизельное топливо – 51 рубль и 27 копеек. 92-й бензин – 47 рублей 17 копеек. 95-й – 50 рублей 25 копеек. И самый дорогой бензин традиционно 98-й – 56 рублей 59 копеек. Давайте теперь поговорим о валютах. Итак, на сегодня основные валюты – это у нас, как мы знаем, доллар и евро. Доллар на сегодня равняется 65 рублям 25 копейкам и евро 74 рублям 8 копейкам. И обе эти валюты за последние сутки сдали в своих позициях порядка 25 копеек. И это, в принципе, хорошая новость, потому что, соответственно, с того, что они падают, рубль укрепляется. Ну, кстати, конечно же, курс валют очень влияет и на цены в наше время. Например, вот как стало известно, Крымский республиканский центр медицины «Катастроф» получил 70 миллионов рублей субсидий для покупки специального вертолета. Конечно же, если бы курс валют колебался, то эта сумма была бы немного другой. Но что мне хотелось бы сказать, что аренда самого вертолета, конечно же, обходится намного дороже, чем его покупка. Поэтому там сказали, что надеются, что федеральные власти все-таки выделят эти деньги. Ведь работа санавиации очень необходима. Она позволяет достаточно быстро людей доставлять из одного пункта в другой. В том числе, например, из Крыма в Москву или даже по Крыму. Это очень важно. Хочется отметить, что за годы правления Украины последние, по крайней мере, 10-15 лет, как таковая санавиация была явлением вымершим. Явлением вымершим. И этого просто не существовало. И вот только сейчас, с приходом России, возвращение Крыма в родную гавань, это снова стало возможным. И это просто прекрасно. Потому что, действительно, очень часто оказываются такие случаи, когда необходимо оказать экстренную, неотложную помощь, а это недоступно в мелких районах. И, действительно, это очень хорошая новость. Ну, ты прав, что, действительно, совсем недавно удалось восстановить Крымскую санавиацию. Два года назад, но за это время смогли помочь 130 людям. Ну, я предлагаю перейти к следующей нашей тематике. Она касается искусства, вновь, вновь, вновь искусства. Театральные подмостки, сцены и так далее. Все, что можно посмотреть и увидеть сегодня в Крыму, в следующем нашем сюжете. Любовный капкан на сцене Крымского академического русского драматического театра имени Горького. Спектакли, забавные, смешные ситуации переплелись с нерадужными реалиями жизни. Главные герои решают отомстить своим мужьям за измены и загубленные годы. Но кто попадет в любовный капкан в итоге? Начало в 19.00. Самым маленьким зрителям рекомендуем посетить спектакль «Клочки по закоулочкам», где хитрая Алиса выгоняет доброго зайца из его избушки. Волк, медведь и бык не хотят ему помочь, каждый преследует свои интересы. Найдется ли тот, кто поможет сохранить веру в справедливость? Спектакль поставлен по мотивам русской народной сказки, а куклы напоминают глиняные игрушки. Начало в 10.00 и 11.30. Бабушка легкого поведения порадует любителей легкой комедии, ведь аферист Саша Рубинштейн снова возвращается на экраны в эффектном образе Матроны. Вместе с бандой пенсионеров он перебирается в Москву. Саша и его пожилые друзья опять объединяются, чтобы вернуть накопление из банка олигарха-афериста. В фильме вы встретите много популярных артистов. Главную роль исполнил Александр Рева. Киносеансы вы можете выбрать сами. Понравиться отцу своей невесты задача не из легких. С этой проблемой сталкивается и китайский парень Пен, когда отправляется в Москву за своей любовью Ирой, даже не подозревая, какой кошмар его ждет. Ведь ее отец Анатолий совсем не готов отдавать свою дочь первому встречному. И у него на этот случай есть свой план по избавлению. Однако отцу невесты и жениху придется научиться уважать друг друга, если они хотят сохранить рядом с собой девушку, которую любят больше всего на свете. Сегодня, как мы уже говорили, будем обсуждать тему несанкционированных свалок и вообще мусора в крымских городах. По этой теме у нас ожидается гость. Ну, а сейчас у меня есть небольшая информация по этому поводу, что около 500 свалок будет ликвидировано после вмешательства прокуратуры. Ну, конечно же, уже оштрафовали этих людей, которые разводят свалки на 150 миллионов рублей. Я считаю, что это достаточно крупная сумма. Но и свалок у нас немало, как выяснилось. К сожалению, пока еще культура, скажем, уборки мусора за собой оставляет желать лучшего. Но, возможно, именно штрафы воспитают в крымчанах чувство чистоты и желание ее постоянно поддерживать. Это очень важно для нашего курортного региона, потому что приезжают люди, которые видят хаос, мусор и действительно, может быть, в какой-то степени расстраиваются. Но, к сожалению, не только расстраиваются гости региона, но также и сами жители. Например, вчера я, когда ездила по городу, то увидела на одной из улиц огромное количество вот этих мешков черных, мусорных, заполненных, конечно, которые просто вываливались даже на дорогу. И меня разочаровал этот факт. Но я говорю, что у нас сегодня ожидается гость. Мы эту тему обязательно поднимем. Я предлагаю переключиться все-таки от темы мусора к более приятной тематике, тематике музыки, потому что музыка является тем моментом, который людей обычно радует. И давайте узнаем о том, как правильно слушать музыку в следующем нашем сюжете. Наушники – неотъемлемый гаджет почти для каждого современного человека. Изобрел их еще в 19 веке французский инженер Эрнес Меркадье. Первые такие устройства были громоздкими и занимали много места. О, телефон! Возьми трубку! Со временем появились так называемые капельки – внутриканальные наушники для телефонных звонков. В наше время существует несколько видов – накладные, мониторные, внутриканальные, вставные, полноразмерные. Популярные – так называемые вакуумные, то есть вкладыши и беспроводные наушники. Я слушаю музыку довольно часто, потому что мне нравится слушать музыку. Использую я в основном вакуумные наушники, потому что для меня они больше всего удобные, мне так кажется. Я предпочитаю обычные, не вакуумные наушники. Использую наушники постоянно, каждый день, как только выхожу из дома. Ну, наушники на самом деле периодически пользуюсь, в основном, когда иду на работу или с работы. То есть немножко фон, чтобы какой-то играл, и смотришь по сторонам, там солнышко светит или не светит, и музыка, она как бы навевает определенное настроение. Музыку я слушаю практически каждый день, когда я хожу гулять. Просто так ходить и смотреть по сторонам не очень интересно. Если это украшено музыкой, то я с удовольствием слушаю ее. Я накачиваю себе заранее музыки. Я люблю русский рок. У меня есть целый комплект разных наушников разного цвета. Есть белые, красные, зеленые, под настроение. Всегда, всегда они со мной в сумочке. Я слушаю музыку как на фоне, только постоянно, но не громко, чтобы не нанести вред в шум. Накладные наушники самые безвредные. Они не пропускают фоновый шум, и звук распределяется равномерно, в отличие от тех же вакуумных, которые воздействуют непосредственно на барабанную перепонку. Но, к сожалению, все они негативно влияют на слух. Выше громкость, выше давление и износ органов слуха. Уровень шума в наушниках составляет примерно до 120 дБ. А реальная опасность появляется уже с 80 дБ при постоянном прослушивании. Очень много факторов поражающих слух, и в частности, это громкая музыка, которая звучит на рок-концертах и слушается молодежью в наушниках. Эта проблема очень серьезная, часто приводящая к инвалидизации по слуху. И у нас очень много инвалидов, и в молодом возрасте, к сожалению, тоже. Если вы стали хуже слышать, отметили звон, шум в ушах, немедленно обращайтесь к врачу. При обращении в течение трех дней, по статистике, слух восстанавливается в 80% случаев. Через две недели в 50%, а спустя месяц такая вероятность сводится к 1%. Но все не так страшно. При обычном разговоре уровень громкости достигает 40 дБ. Если слушать музыку в этом диапазоне, то вреда не будет. Наушники можно назвать своего рода чудо-инструментом. Вот таким образом ими можно заменить микрофон при его отсутствии. Раз-раз. Работает. Пользоваться наушниками или нет, каждый решает сам. Главное, как и во всем, знать меру. Если вы все же сделали выбор в пользу устройства, не забывайте про безопасность на дорогах и берегите органы слуха. Ксения Шарапановская, Алексей Семенов. Утро нового дня. Ну что же, как мы и обещали, после небольшого сюжета, отвлекательной темы, мы перейдем к теме более насущной, теме мусора. Давайте прямо сейчас перейдем. У нас есть гость по этой теме, и мы сейчас с ним пообщаемся. Денис Попко, директор Крымэкоресурсов. Доброе утро, Денис Александрович. Здравствуйте, Денис. Вы у нас уже частые гости. Каждый раз рады вас видеть. Потому что тема очень серьезная, поэтому и приходится так часто вам к нам приходить. Денис Александрович, ну вот скажите, какая ситуация сегодня у нас на улицах крымских городов? На улицах крымских городов сейчас работает много техники, больше 300 единиц. Крымэкоресурс полностью контролирует процесс по вывозу мусора. Если смотреть конкретно на город Симферополь, то техника выходит чуть ли не в круглосуточном режиме, для того, чтобы не допустить ситуации с мусором, с твердыми коммунальными отходами, которая была в прошлом году. Ну действительно, мы сейчас не наблюдаем такого мусорного коллапса, такую ситуацию мы видели уже, прошли, и сейчас совсем по-тругому все складывается. Резко изменилось в лучшую сторону. Но вот тем не менее, известно, что есть разные способы сбора мусора. И в частности, один из самых прогрессивных, это раздельный сбор мусора. Нет речи пока об организации такого? Крымэкоресурсы уже внедряет раздельный сбор мусора. Можно сказать, что это частичный раздельный сбор мусора, потому что по городу, может, вы видели, рядом с контейнерами для твердых коммунальных отводов зелеными стоят желтые колокольчики для сбора вторичного сырья. Сейчас по городу стоит 60 колокольчиков. Мы сейчас устанавливаем еще 80 колокольчиков для сбора полиэтиленовой бутылки, пленки. И сейчас будем дополнительно организовывать зеленого цвета, приобретать контейнера для сбора стеклянных бутылок. Они будут стоять на тех же площадках. Будем так организовать пока раздельный сбор мусора. Это не полноценный раздельный сбор мусора, но это первые шаги к полноценному внедрению раздельного сбора мусора. То есть получается, что уже сегодня каждый из этих контейнеров, и вот, так сказать, вмещаемое в него, утилизируется по-разному? Да, потому что вторичное сырье у нас собирается, прессуется. В дальнейшем оно продается или на переработку, или используется уже предприятием. Также мы сейчас откроем наши пункты приема вторсырья от населения, куда население сможет принести и старую бумагу, книги, как это было раньше принято. Сдавать макулатуру. Да, сдавать макулатуру, сдавать, опять же, то вторсырье, которое им не надо. То есть 10 таких приемных пунктов мы по Симферополю восстанавливаем и открываем в ближайшее время. Денис Александрович, вот я, например, готова раздельно собирать мусор, но у меня есть батарейки, которые я не выбрасываю в обычные контейнеры, я их складываю, а потом сдаю, вот знаете, есть такие передвижные пункты, куда можно принести. Но их очень нередко можно где встретить. И я знаю, что у нас в Крыму не утилизируют эти батарейки, а это очень сложный процесс. Утилизация батареек – дорогостоящий процесс. Да, он и дорогостоящий, и сложный. Мы сейчас разрабатываем программу по сбору отработанных батареек. Мы опять расставим контейнера небольшого размера в торговых центрах, в супермаркетах, где есть места посещения людей. Опять же, Крымакоресурс будет их собирать и на специальном транспорте отвозить на завод по переработке на материку. А чем же так опасны батарейки для окружающей природы? В одной батарейке содержится почти вся таблица Менделеева. То есть, когда она попадает в грунт, она не разлагается, и в течение 100 лет загрязняет почти 100 квадратных, 100 кубических метров грунта, одна батарейка маленькая. Денис Александрович, я еще знаю, что есть проблема со старыми машинами, которые часто бросают, уже которыми не пользуются. Они стоят годами, ржавеют. Вот с этой ситуацией вы можете как-то бороться, ваше предприятие или этим городом? Наше предприятие, конечно, с этой ситуацией бороться не может. То есть, это надо все-таки привлекать и ГАИ, потому что это что-то имущество. Мы не можем забрать что-то имущество и утилизировать его. То есть, это надо привлекать и местные органы власти, и узнавать, чей это транспорт, делать запросы в этом мире. Денис Александрович, наши корреспонденты не дремали и вышли на улицу Симферополя опросить, так сказать, жителей столицы, что же они думают о сборе мусора. Я предлагаю прямо сейчас обратиться к мнению Глаза Народного. Тарифы на мусор, в принципе, меня устраивают. Не такие уж у нас большие тарифы на мусор. Но если это все будет соответствовать. Честно сказать, мне бы хотелось, чтобы лучше наш город убирался, намного лучше. Я была и за границей, и во многих городах России там чище. Уборка по городу, нет, не устраивает. Город, к сожалению, грязный. И цены, да. Я не могу сказать, что это критично, и мы не можем себе это позволить. Но вот убирать город можно было бы и лучше. Все устраивает, кроме уборки. Уборка по городу пока не то, что вообще ни на каком уровне. То, что вот мы видим с вами вот сегодня. В отношении мусора по вывозу качество повысилось, я полагаю. А что будет дальше в связи с передачей полномочий другому? Кто это у нас там? Крым? Крым. Не помню точное название. Но посмотрим, что изменится. Я живу в районе Луговской больницы. В общем-то, я довольна сейчас. Сказать, что сумма большая, ну, может быть, конечно. Раньше брали с квадратного метра, сейчас с человека. Может, оно и дороже получается. Но хочу сказать, мусор вывозят, Господи, хоть бы не сглазить. Добросовестно все время. Нету свалок вот этих постоянных. В целом не удовлетворительно. А тарифы устраивают ли вас? Тарифы, ну, так как убирается город, нет. С учетом уборки города, нет. Есть мусор у нас. Сейчас конкретно не могу сказать. У нас около дома нет, мы на Кубанке живем. А вообще в городе, ну, встречается. Неухоженные тротуары, лужи, грязь, какие-то ветки сломанные валяются. Ну, как-то вот так вот все неблагородно очень. То есть от центра отошел, буквально два шага, и все, как бы, все закончилось. Пока по 50 рублей с человека берут. Опять же, это ложится временем на простых людей, особенно на пенсионеров. Каждое новое введение, каждый новый налог или что-то, это уже дополнительная нагрузка. Убирают, и я думаю, что все наладится, я думаю, что, как бы, к лучшему, да. Работа идет, это самое главное. Денис Александрович, а позвольте вам задать почти личный вопрос. Я вот в пятницу пытался зайти на ваш сайт и не смог этого сделать. Это нормально? В связи с технической ситуацией у нас изменился адрес сайта. Новый адрес сайта официального ГУПРК Крымакоресурсы. Кириллица крымакоресурсы.рф. И можно спокойно зайти? Да, конечно, он работает с пятницы, все. Просто мы поменяли для более удобства для населения имя сайта с английского на русский. Крымакоресурсы.рф. Ну вот мы сейчас услышали мнение о симферопольцев, что касается качества уборки мусора. Многие остались довольны, но некоторые отметили, что достаточно высокие тарифы. Слишком высокая эта цена за уборку мусора. 50 рублей. Мы по поручению главы республики снизили тарифы до уровня 2018 года. То есть у нас получились тарифы в городах 50 рублей усредненные, тарифы в сельских районах 40 рублей с человека в месяц. То есть эти тарифы уменьшены почти в два раза по поручению главы республики Крым. Два раза по сравнению с предыдущим периодом или по сравнению с материковой частью? По сравнению с материковой частью и по сравнению с тем тарифом, который экономически был обоснован. Действительно получается 50 рублей это меньше, чем чашка кофе. За месяц чистого пространства вокруг себя, по-моему, это не очень большие деньги. Толя, как ты считаешь? Ну, я с тобой полностью согласна. Но вот вы знаете, когда у нас появятся вот эти ТБО, то есть перерабатывающие мусорозаводы, то я думаю, что и тарифы увеличатся, ведь будет за что платить. Мы сейчас стараемся, чтобы любые новые сортировочные центры, какие-то новые полигоны твердокоммунальных отходов никак не ложились бременем на население. То есть у Крыма как ресурсы есть возможность зарабатывать и средства, и так проводить свою финансовую хозяйственную деятельность, чтобы этот тариф оставался на уровне, который был утвержден с 1 января. Денис Александрович, ну вот говорили, что к нам зайдет новый региональный оператор. Что это такое? Что оно нам дает, которое будет контролировать качество мусора? ГУПРК Крыма как ресурсы и есть региональный оператор. Да, с 1 января мы полностью уже в работе по всей Республике Крым, кроме второго кластера, это Ялта, Алушта, там есть свой региональный оператор, Альфатор. Региональный оператор создан для того, в том числе, чтобы не появлялись новых несанкционированных свалок. То есть мы контролируем все движение ТКО от места накопления, от контейнерной площадки до полигона, который имеет право этот мусор принимать, у которого есть определенные документы, которые выполнены собственниками требования. То есть чтобы, как вы говорили, чтобы не появлялись новые несанкционированные свалки, потому что ни для кого не секрет, что несанкционированные... И у нас появляется очень много. Да, мы говорили, что около 500 будет ликвидировано. Спасибо вам большое. Денис Александрович, большое спасибо. У нас, к сожалению, время беседы подходит к концу. Я думаю, что все, что вы рассказали, будет воспринято горожанами, симферопольцами, как действительно полезная информация. Я напоминаю, что у нас в гостях был директор ГУПРК Крымэкоресурсы Денис Попко. А большое вам спасибо за беседу. Но мы двигаемся дальше по волнам эфира. И следующий наш пункт – это Крым Онлайн, где мы расскажем о новостях крымского сегмента интернета. Сочетание солевых реагентов и льда дало неожиданный результат. Диски автомобилей, поверхности кузовов покрылись настоящими звездами, сталактитами и королитами. Выглядит это красиво, но водители не очень довольны таким тюнингом. Радует то, что украшения растают с наступлением плюсовых температур. Алуштинцы делятся в социальных сетях переживаниями. В Судаке построили прекрасную площадку для скейтеров и байкеров. Подобного аттракциона очень не хватает и в Алуште. Действительно, горки не только заставляют подростков проводить время с пользой, но и выглядят эффектно. Такие сооружения – украшения любого города. Многострадальный участок дороги от автостанции Марьино до остановки Больничный городок в Симферополе тревожит умы водителей очень давно. Ежегодно дорожное полотно претерпевает ямочный ремонт, который сходит вместе с первыми снегами. Автомобилистам приходится лавировать между выбоин. Когда дорогу починят капитально? Раннее утро – не повод для сна, особенно если ты за рулем. Водитель легкового автомобиля отвлекся или задремал, в результате чего врезался в стоящий у обочины грузовик. Обошлось без жертв. А вот от издержек дорожно-транспортного происшествия теперь не отвертеться. Снег в городе – радость для детей. Севастопольцы делятся в социальных сетях видео и фотографиями февральских улиц. И пока молодежь наслаждается санками, старшее поколение фотографирует поэтически заснеженные улицы южного города и вечно зеленую растительность. Саш, ну помнишь, мы на прошлой неделе рассказывали о животных, которые принадлежат звездам, какой они богатые, счастливой жизнью живут. И вот, например, я узнала, что, оказывается, Пэрис Хилтон тоже обожает собак. У нее их аж 17. Для них она построила двухэтажный особняк. У каждой собаки своя комната. И, может быть, ты помнишь фильм «Блондинка в законе», там она ходила с Чихуахуа. Так вот, эту собаку, это ее собака, у которой были свои бриллианты и свой телохранитель. Да, такой жизни может позавидовать даже любой, наверное, человек. Человек, конечно же. Ну, друзья, дело все в том, что есть собаки, которым совершенно не нужны бриллианты и украшения. Им просто не хватает немножко человеческой любви и заботы. И как раз следующий наш сюжет об этом. Солнышко Брайт очень ответственный и внимательный. Он умеет охранять и дружить. Добрый и любящий парень. Он очень красивый, но грустный, потому что люди его взяли и предали. Звоните. Пусть солнечному псу повезет. Плюс 7978-863-1103. Действительно, прекрасная собака. Если у вас есть место в доме и место в сердце, непременно стоит задуматься о том, чтобы завести себе такого прекрасного солнечного питомца. Саш, ну вот мы уже весь эфир говорим о приближении весны и говорим точно так же и о приближении лета. Но я хочу сказать, что водолазы уже начали на практике, например, готовиться. Они тренируются, то есть они погружаются под воду. Это, конечно же, спасатели-водолазы, Крымспаса. И это, в принципе, их работа. Но они тренируются, готовятся к лету, когда наступит курортный сезон. К нам приедет очень много отдыхающих. И, конечно же, много инцидентов может происходить на воде. Ты знаешь, дело все в том, что инциденты происходят не только на воде, но и на суше. И у нас есть специальный корреспондент, который находится сейчас на улицах Симферополя. И он доложит крымчанам о положении, собственно, на пленэре, в полях. Наш корреспондент Алиса сейчас как раз готова это совершить. Алиса, здравствуйте. Доброе утро, дорогие друзья. Ну что, я хочу вам сказать, что я нахожусь в центре города Симферополя, в парке Тренево. И тут достаточно холодно. В принципе, сейчас температура воздуха 1 градус, но по некоторым данным она будет составлять... Она чувствуется как минус 3, по-другим минус 7. От себя хочу заметить, что очень холодно. И сейчас как раз именно тот момент, когда ощущается, что ни снег, ни дождь, а непонятно что. Потому что есть наледь на дорогах, есть наледь на тротуарах, что-то белое, непонятное лежит на земле. Потому что снег это когда все радостно, пушисто и весело. А то, что сейчас какие-то льдышки, которые режут руки, и в принципе ощущения не очень приятные, потому что очень холодные. Я не шучу, потому что прошедшая ночь стала одной из самых холодных за всю зиму. Потому что в ночь, с воскресенья, на понедельник, нижнегорская температура опустилась до минус 15. И, между прочим, так будет до конца недели. До конца февраля обещают именно такую погоду. А вот уже начнется потепление примерно с 8 марта. Может быть, погода что-то перепутала, и в этот раз она решила, что именно 8 марта будет тепло, а не как обычно 23 тепло, а на 8 марта снег. Посмотрим, будем ждать. Тем более, что синоптики сейчас обещают, что будут хуже предсказывать прогноз погоды, потому что им не хватает финансирования. Дело в том, что не потому что у них зарплаты маленькие, поэтому они будут плохо предсказывать прогноз погоды, а потому что не хватает денег на обновление оборудования. Но, тем не менее, самое главное, это то, что, как прогноз погоды не предсказывай, все равно теплее от этого не станет. Поэтому будем верить, что в начале марта еще, конечно, будет прохладно, а вот попозже будет гораздо теплее. Будем ждать этого момента с нетерпением, потому что мы уже даже почувствовали на себе, как это приход весны прекрасно и здорово, и будем ждать. Коллеги! Спасибо, Алиса! Очень развернутый рассказ. И я думаю, что теперь вы точно, друзья, знаете, чего ожидать от нашей погоды. Алиса большой специалист в метеорологии, она закончила институт специальный и является ведущим специалистом нашего телеканала именно по погоде. Ну, Алиса еще раз подтвердила наши слова, что касается тех погодных условий, которые ожидаются в ближайшее время, и что касается весны, что наступит она, к сожалению, не сразу, не с первого числа, а только после 8 марта. Но, может быть, она как раз-таки и сделает нам сюрприз в женский день. Но, в принципе, я считаю, что у природы нет плохой погоды, а тем более для Крыма такая снежная зима, это бывает редко. Давайте наслаждаться снегом, потому что он скоро растает, и, в принципе, его могут заменить лужи. Это, мне кажется, менее приятное для глаза. Я думаю, что Алиса не совсем точно сказала, погода будет заключаться в том, что она не будет слишком холодной, она будет просто промозглой. Вот, например, прошедшая ночь в Симферополе в центре города была плюс 1, и это, на самом деле, не холодно, это почти субтропическая зима такая. И, в общем-то, если бы она каждый год была такой, то в Симферополе росли бы и пальмы, и лимоны, и прочие уникальные экзотические растения. Но я заметила, что Алиса, как специалист, сказала, что снег режет руки, то есть я поняла, что она попыталась слепить снежок, но у нее, видимо, не получилось. Или снежную бабу. Или снежную бабу. Ну, мы все с нетерпением ждем потепления, и когда оно настанет, мы, конечно же, возрадуемся, возвеселимся и напишем об этом в социальные сети и в интернет. Конечно же. Ну, а сейчас у нас новости из интернета. Камчатские рыбаки с трудом прогнали прожорливого тюленя судна. Животное забралось на сейнер, и на глазах моряков стало наслаждаться замороженной рыбой. Башкирский умелец сконструировал подъемник для детской горки из старых жигулей. На записи видно, как агрегат, получившийся из автомобиля, исправно поднимает малышей вверх по склону. Судя по кадрам, устройство выполняет возложенную на него задачу. Но безопасно ли это? Истинное добро всегда просто. Так гласит народная мудрость. Вероятно, ей следовал добрый и честный таксист. В российской столице шофер из Киргизии вернул миллион рублей за быт у него в машине. Можно представить радость пассажира. Вот мы забыли в машине миллион рублей и паспорт. Ваш сын нам их вернул в целости, в сохранности. Кто здесь главный? Ну, конечно же, и я. Кот берет бразды правления в свои лапы и ведет хозяина на поводке. Тот не отказывается от своей роли и идет на поводу. Космонавт Олег Каноненко сделал серию впечатляющих снимков Луны, заходящей за горизонт Земли. На фотографиях кажется, что спутница Земли как будто бы магическим образом растворяется, не доходя до кромки планеты. Этот оптический эффект возникает из-за того, что мы видим Луну через атмосферу. Один из российских телеканалов запостил в социальной сети видео, где мальчик рассуждает о роли мужчин и женщин в обществе. Всем хорошего дня! А девочки — это просто помада и красота. Согласна ли ты с мнением этого юноши? Ну, ты знаешь, он говорил о том, что девушки не должны заниматься строительством. Вот в этом плане я с ним полностью согласна. И ты знаешь, этот ролик вызвал огромный ажиотаж в интернете. Его обсуждали. Девушки буквально набросились на этого мальчика и стали говорить о том, что как он может так рассуждать о нас? Мы совсем другие, мы заслуживаем больше. Будущий сексист. Что касается зданий, мы все знаем прекрасного, величайшего в истории 20 века архитектора Захухадид, которая показала новый уровень архитектуры. И она была, как ни странно, женщиной. Но ты знаешь, я с ним в принципе согласна, что строительством я не хочу заниматься. Эту прерогативу я все-таки оставляю вам, мужчины. Ну ладно, мы с этим, наверное, и согласимся даже. И спорить не станем. Но я предлагаю тебе посмотреть сейчас на право и увидеть то, что когда-то построили наши предки. Это площадь Советская. Ой, прошу прощения, площадь Ленина. Да. И мы уже видим... Она построена не так давно, конечно, в 70-х годах, но тоже, в общем-то, является ансамблем архитектурным. Конечно, это можно уже сказать, визитная карточка Симферополя. В принципе, кто же не знает площадь Ленина. Все знают, и дедушку Ленина в том числе. Дедушку Ленина, конечно, знают абсолютно все. Мы видим, что уже достаточно много машин в городе, немножко движение оживляется. И видим, что люди идут на работу, их тоже уже немало. Но, тем не менее, я вот гляжу на эту картину и вспоминаю вчерашний день, когда... Помнишь, какой был вчера восход замечательный, солнце? Помню, конечно. В районе как раз нашей отчины, где торчит телебашня. А вот я, глядя на музыкальный театр, вспоминаю вчерашний спектакль, который назывался «Кровавая свадьба», и его поставил театр Герезарова. И расскажи, что же там было удивительного и интересного? Была очень красивая музыкальная постановка, без единых реплик. Там были сплошные танцевальные номера. Потрясающие костюмы, очень красивые. Конечно, испанская история драматическая. К сожалению, все закончилось не очень хорошо. Главные герои погибли. Я не знаю, ты сказал слово «Испания» и сразу как-то повеяла цитрусами и теплом. И глядя на наш серый, пока еще заснеженный пейзаж, как-то не по себе немножко. Да, серый заснеженный пейзаж, а сейчас мы видим Екатериненский сквер. Ну, в принципе, как ты сказал, да, пока что там все серо. Безрадостно. Ну, не совсем так. Давай посмотрим, что творится в Севастополе, потому что в Севастополе, как мы знаем, климат мягче. И, может быть, там как-то повеселее будет. Секунду, я подключаю свой волшебный палантир. Что мы видим? Мы видим, что тоже солнца там нет, конечно. Тоже небо заволокли тучи, облака. Но зато разобрали сцену, которая еще буквально вчера была. Но все равно, знаешь, Севастополь немножко радостнее смотрится сегодня, потому что все-таки бухта эта прекрасная на фоне черно-зеленых кедров. Это здорово. Ну, в принципе, я считаю, что у нас все виды Крыма достаточно красивые и радуются. Да, давай посмотрим, что еще у меня есть такого, чтобы можно было показать. Да, вот есть волшебная арта, которая показывает еще кусочек нашего славного Симферополя, столицы крымской. А это Гресс. Я думаю, что многие узнали этот район нашего города. И тоже видим. Кстати, давай обратим внимание на остановки. Людей там не так много. Видимо, уже все отправились на работу. Да, потому что сейчас очень холодно. Конечно же, маршруток у нас хватает, но иногда приходится долго ждать. Ты долго ждешь маршрутку обычно когда-нибудь? В последнее время мне не удается поездить на маршрутках, потому что, ты знаешь, мы рано приезжаем на работу. Но вот люди рассказывают, что да, приходится, конечно же, долго ждать. Долго? Но я, слава богу, хожу пешком и всем рекомендую, потому что это здоровая практика. Известно, что человеку для здорового тела необходимо проходить в день не менее 10 тысяч шагов. Это порядка 5 километров. На самом деле звучит страшно, но это совсем немного. И средним шагом это занимает не более часа. Ну, знаешь, я с тобой не согласна, потому что мне, например, сложно в день пройти 10 тысяч шагов. Это оказывается очень много для меня лично. И врачи говорят, что именно такое количество шагов позволит сохранить свой вес. Это, например, будет такой рецепт для девушек. А для того, чтобы похудеть, надо пройти 15 тысяч шагов. Не правда, не помогает. И 20 не помогает, не помогает. Но я понимаю тебя, когда ты ходишь на таких прекрасных каблуках, то, конечно же, тебе, наверное, и 10 тысяч – это испытание. Но очень важно, выходя на улицу, знать, что же творится за окном. Для этого иногда можно посмотреть в окно, а можно посмотреть в телевизор. И мы расскажем вам о состоянии атмосферы на сегодня. Прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Таковой будет погода на сегодня. Я хочу сказать, что именно такая погода, когда не очень холодно, промозгло и влажно, это идеальная среда для размножения вирусных инфекций, к сожалению. Ты совершенно прав, потому что Роспотребнадзор говорит о том, что количество заболевших гриппом выросло до 10 тысяч только за одну прошедшую неделю. И сейчас 20 учебных учреждений ушли на карантин. Ну, говорить слово «грипп», наверное, не совсем верно, просто ОРВИ. Это правильное определение, потому что грипп – это всё-таки точная диагностика, которую мы пока не всегда проводим. Но предлагаю перейти к теме такой, скажем, совсем приятной, к более приятной. Есть такое слово, сейчас я даже прочитаю его, лайфхак, вот, не совсем знаю эти все новшества. Вот как раз об этом наш следующий сюжет. Крымская погода, дама капризная. Если на южном берегу могут свисти деревья, то ближе к центральной части вполне вероятно лежит снег. За окном увидели сугробы? Лучше перед выходом немного подготовиться. Одеваемся, естественно, тепло. Лучший выбор верхней одежды – пуховик. В случае падения он замечательно смягчает удар. Ну, а у меня, как вы видите, вариант неправильный. Обувь должна быть максимально комфортной и не скользкой, поэтому дамы-каблуки сразу в сторону, даже если они вам кажутся устойчивыми. И следите, чтобы протектор был достаточно большим. Шапка. Во-первых, это тепло. Ну, а во-вторых, дополнительная защита от удара. Внимательно смотрите, куда вы идете. Ведь, несмотря на морозную погоду, лед может быть достаточно тонким. Ого. Как же ходить, чтобы не упасть? Во-первых, не спешите. Чем меньше шаг, тем лучше. В самых опасных местах можете потихонечку скользить. Никогда не держите руки в карманах. Разведите их в сторону. И плавно-плавно балансируйте. Как же правильно падать? Лучший вариант – группироваться. Любая выставленная часть тела может травмироваться. Наша задача – максимально смягчить удар. Поэтому, если вы видите опасное место, лучше немного присесть. Нельзя падать на ягодицы – грозит травмой копчика. На локте, на колени и на ладони вытянутой, подчеркиваю, руки. Ни в коем случае не разговаривайте по телефону. Лучше остановитесь. Потеряйте пару минут, но обойдетесь без травмы. После падения почувствовали даже легкий дискомфорт? Без замедления обращаемся к врачу. Внимательно, очень внимательно переходите дорогу. Даже если кажется, что льда нет в тени, асфальт может быть скользким. Поэтому убедились, что автомобили стоят, после чего начинаем движение. Крым прекрасен в любую погоду. Стоит лишь немного подготовиться, и никакие сюрпризы вам не страшны. Еще раз доброе утро. Мы рады вас приветствовать в студии. С вами Салья Салямова и Александр Ткачев. Мы работаем в прямом эфире, сразу на двух телеканалах «Первый Крымский» и «Крым-24». И работаем для того, чтобы рассказать вам о самых актуальных и злободневных случаях, которые произошли за последние сутки. Ты знаешь, не только за последние сутки. Мы рассказываем вообще о событиях региона, России и мира. И вот сегодня, вспоминаю, что 26 февраля, 5 лет назад, то есть в 2014 году, состоялись очень важные для нашего Крыма события. Во-первых, митинги под стенами госсовета. Тогда это Верховный совет был. И сегодня как раз-таки по этому поводу будет возложение цветов. Но также о других событиях, которые, как ты правильно отметил, произошли за последние сутки, я готова рассказать прямо сейчас. Итак, барокамера, гидрокостюмы, кислородные баллоны. Накануне курортного сезона водолазы-спасатели проверяют экипировку и технику. В Симферополе один из лучших в России центров по подготовке уникальных специалистов в этой области. На плановые тренировки, навыки подводного спасателя осваивал наш корреспондент Юрий Авдеев. Сергей Борисенко всю жизнь служил на флоте. Из них 10 лет в спецподразделении подводных диверсантов. Теперь обучает спасателей. Он работал с оборудованием, которое уже является музейным экспонатом. Старые водолазы стараются, любят использовать то. В нем привычнее, в нем надежнее. А самое главное, оно проще. А под водой простота залог безопасности. Чем проще, тем надежнее. Водолазы аварийно-спасательной службы тренируются перед выходом в море. Как только завершится сезон штормов, они приступят к очистке дна Крымского побережья. Это первый этап подготовки к курортному сезону. Главное, чтобы костюмчик сидел. Настоящие мужчины носят на себе резину. Федор, скажи мне, а что можно встретить на дне морском? Все, что угодно. Все, что люди выбрасывают. Кроме мелочевки, люди выбрасывают в море арматуру и бетонные блоки. Все это достают из воды заранее, чтобы уже в курортный сезон доставать только неудачливых туристов. Перед серьезным погружением нужно пройти через барокамеру. Вот у нее имеется телефонная связь, газоанализаторы, манометры, показывающие давление в отсеках. Она двухотсечная. Сюда можно одновременно для тренировки запустить шестерых водолазов или для лечения двух лежачих больных. Лечение кессонной болезни? Кессонная болезнь, баротравма легких. Такое оборудование есть не везде. В Крым на тренировку едут спасатели из других регионов России. Таких центров на всю страну пять. Для того, чтобы попасть в барокамеру, нужно избавиться от всех гаджетов. Абсолютно от всех. Иначе будет беда. А вот служебное удостоверение я возьму с собой. А обручальное кольцо не снимут даже под страхом смерти. Ну вот, теперь мы к погружению уже практически полностью готовы. На сколько погружаемся? 20 метров. 20 метров. Почему с собой нельзя брать разные устройства, гаджеты? В чем дело? Дело в том, что они не выдержат давления избыточного, которое в барокамере при погружении поднимается. И они не предназначены для этого. А вот часы, которые на вас? Они рассчитаны на погружение. И, соответственно, они выдержат давление в барокамере. Среди крымских спасателей свыше полусотни имеют допуск к погружениям. В Приморском регионе это острая необходимость. Подготовка водолазов – это не стандартный набор. Но это повышение квалификации для спасателя. Они должны, спасатели уже выше третьего-второго класса, они должны уметь погружаться под воду и оказывать помощь, и проводить подводно-технические работы. Крымский центр подготовки водолазов-спасателей имеет отличную базу, самое современное оборудование, опытный состав инструкторов и хорошее финансирование. Симферопольская площадка обучения спасателей-подводников самая молодая. Она работает только два года, но уже выпустила несколько десятков специалистов. Юрий Авдеев, Иван Евдокимов, новости 24. Разбитые горки, оторванные качели и конструкции, напоминающие металлолом – это привычная картина в симферопольских дворах. Детские площадки стали небезопасным местом. В администрации сообщают, уже выделили 20 миллионов рублей на возведение новых игровых территорий. Как они будут выглядеть и когда их установят, узнавал Дмитрий Попов. Вверх! Ай! И вот завалились! Эти качели не в хуже состоянии по сравнению с другими. Екатерине гулять с сыном Сашей больше негде. Рядом других площадок нет. В этом доме живу, и мне вот где играть? Территория просторная, но выходить сюда с детьми родители не стремятся. Очевидно, что эта площадка находится в аварийном состоянии. Даже не все ее элементы закреплены. На этой горке катать детей небезопасно, ведь поднять ее можно даже одной рукой. Приехали рабочие, качели не трогали, зато демонтировали шины. Факт вандализма просто. Если это какая-то запланированная работа, надо бы поставить нас в известность, или что ли, сделать это культурно, или может быть дождаться весны. А это уже улица Желябова. Здесь редко гуляют малыши. Иногда собираются подростки. Они нам объяснили, почему здесь не видно младших братьев и сестер. Особенно, когда скольжение быстрое, детям можно очень сильно руки порезать или за носом засадить. В администрации проблемы знают. Чтобы ее решить, весной на обустройство детских площадок Сиферополя потратят 20 миллионов рублей. Оборудование должно быть сертифицированное, материалы, из которых они изготовлены, сертифицированы. Внутри будут установлены качели, карусели, скамейки, урны. Это улица Куйбышева. Выглядеть новые детские территории будут примерно так. Эту площадку установили в прошлом году. Несмотря на холодное время года, детей здесь можно увидеть каждый день. Для того, чтобы вандалы не разрушили построенное, здесь установили забор и замок, который закрывается на ночь. Михаил тут постоянный посетитель. С мамой Евгении он может гулять часами. Камера у дяди. Какая камера у дяди. Весной в Симферополе начнут строительство еще 16 детских площадок нового образца. Дмитрий Попов, Алексей Романов. Новости 24. Что ж, такой была информация выпуска. Мы продолжаем следить за развитием событий. Что касается детских площадок, действительно, их в нашем городе становится больше. Я знаю, что этим занимаются как городские власти, так и некоторые предприниматели. Они самолично устанавливают их. Ну, я дополню информацию о новостной справке. Сегодня дело в том, что рабочая группа МЧС по республике Крым провела мониторинг русла реки Салгир. Река Салгир, как мы знаем, это самая длинная река полуострова. Протяженность ее составляет от начала до конца 204 километра. Так вот, выяснилось, что оказывается на протяжении ее русла в Симферополе огромное количество заторов. То есть мусорные завалы, несанкционированные перегораждения русла. И все это очень опасно, потому что мы знаем, что река Салгир хоть и маловодная, но, тем не менее, горная, и в момент паводка она бывает довольно грозной. Поэтому такие нагромождения являются очень опасными. И в ближайшее время все выявленные недочеты будут устранены. Ну, я знаю, что такие работы неоднократно проводились, и, конечно же, периодически обнаруживают места, где скапливается мусор, который не дает воде проходить. И именно поэтому были вырублены все деревья ивовые, потому что вот эти длинные ветки, свисавшие над рекой, они падая и забивали как раз-таки руслой реки. Ну что же, будем надеяться, что другие вновь посаженные деревья станут менее опасны для паводковой ситуации и не вызовут у МЧС каких-либо нареканий. Саша, ну я бы еще хотела обратиться к теме киноискусства, потому что ты знаешь, что предыдущей ночью, вернее, в ночь на понедельник, прошла номинация вручения премии «Оскар». И там, хотелось бы мне сказать, главную мужскую роль, ну, то есть в этой номинации победил Рами Малек, он сыграл в «Богемской рапсодии». Я видела этот фильм, мне он очень понравился, он там сыграл Фредди Меркури. И хочу отметить, что очень-очень правдоподобно у него это получилось, и поэтому давай поздравим его таким образом. Ну что ж, поздравляем. В нашем эфире. Да, но и хочется еще добавить, что, конечно же, он первый раз участвовал в этой номинации, и сразу же такая победа серьезная. Ну вот, вот такие у меня новости из киноискусства. Но давайте еще посмотрим другие новости, которые называются «Афиша» о том, какие же кино и театральные он проходит у нас мероприятия на полуострове. «Любовный капкан» на сцене Крымского академического русского драматического театра имени Горького. Спектакли «Забавные, смешные ситуации» переплелись с нерадужными реалиями жизни. Главные герои решают отомстить своим мужьям за измены и загубленные годы. Но кто попадет в «Любовный капкан» в итоге? Начало в 19.00. Самым маленьким зрителям рекомендуем посетить спектакль «Клочки по закоулочкам», где хитрая Алиса выгоняет доброго зайца из его избушки. Волк, медведь и бык не хотят ему помочь, каждый преследует свои интересы. Найдется ли тот, кто поможет сохранить веру в справедливость? Спектакль поставлен по мотивам русской народной сказки, а куклы напоминают глиняные игрушки. Начало в 10.00 и 11.30. Бабушка легкого поведения порадует любителей легкой комедии, ведь аферист Саша Рубинштейн снова возвращается на экраны в эффектном образе Матроны. Вместе с бандой пенсионеров он перебирается в Москву. Саша и его пожилые друзья опять объединяются, чтобы вернуть накопление из банка олигарха-афериста. В фильме вы встретите много популярных артистов. Главную роль исполнил Александр Рева. Киносеансы вы можете выбрать сами. Понравиться отцу своей невесты задача не из легких. С этой проблемой сталкивается и китайский парень Пен, когда отправляется в Москву за своей любовью Ирой, даже не подозревая, какой кошмар его ждет. Ведь ее отец Анатолий совсем не готов отдавать свою дочь первому встречному, и у него на этот случай есть свой план по избавлению. Однако отцу невесты и жениху придется научиться уважать друг друга, если они хотят сохранить рядом с собой девушку, которую любят больше всего на свете. Ну что же, я предлагаю теперь поговорить о ценах на топливо. Я думаю, что это весьма актуально, потому что мы показываем и рассказываем самые честные цены. Итак, газ на сегодня равняется 28 рублям и 19 копейкам за 1 литр. Дизельное топливо 51 рубль и 27 копеек. 92-й бензин 47 рублей 17 копеек. 95-й 50 рублей и 25 копеек. И 98-й 56 рублей 59 копеек. Давайте теперь поговорим о ценах на валюты. На сегодня доллар равняется 65 рублям 25 копейкам и евро 74 рублям и 8 копейкам. Обе валюты за прошедшие сутки несколько сбавили в цене и тем самым укрепили рубль. Это повод хранить, например, евро в стеклянных банках, доллар в железных, а рубль, ну, по-прежнему в деревянных. Ты именно таким образом хранишь? Ну, я признаюсь честно, я вообще не умею хранить, и это меня, к сожалению, очень сильно печально. То есть ты транжира. Это правда. Не умею пользоваться деньгами, умею их только тратить. Умеешь тратить. Ну, я думаю, что, знаешь, твоя половинка, она обязательно будет тогда заниматься денежным вопросом. С большим удовольствием доверяю. С большим удовольствием доверяю, да. Да. Ну, а у меня другие новости, они касаются предприятия Крым Троллейбус, которое займется демонтажом этих столбов ненужных, которые стоят. И, конечно же, кабельных сетей заниматься будут с марта по июнь. Эта программа называется «Чистое небо». Я сразу им хочу подсказать, что, например, на улице Трубаченко есть один столб, который просто лежит на тротуаре. Он препятствует прохождению нормальному. Но, тем не менее, и вот лежит рядом. Пока что его никто не убрал. Это хорошо, потому что обновляется и троллейбусная сеть, и сеть электропитания троллейбусов. А вот такая новость. В Симферополе проходят работы по установке новых и демонтажу старых знаков. Мы знаем, что у нас поменялась теперь форма знака. Она стала несколько меньше. Это вызвано с тем, что слишком крупные знаки слишком сильно отвлекают внимание водителя от дороги. То есть такое просто загромождение, шум цветовой. Поэтому знаки сделали более компактными. И вот сейчас в Симферополе и вообще по Крыму проходят мероприятия по замене знаков. Но вообще у нас знаки появляются в городе все больше и больше, потому что это необходимость. Они помогают водителям. Это их самая главная подсказка. И особенно меня радует, когда в каких-то переулках, о которых, казалось бы, уже все забыли о их существовании, там появляются зебры и знаки. Например, у нас в старом городе можно найти зебры. Правда, машины там проезжают один раз в час. Но тем не менее, то, что есть, все соответствует правилам, это уже хорошо. Обо всем об этом говорят крымчане в социальных сетях. И мы произделали специальный даже раздел под названием «Крым онлайн», где анализируем эти данные. Итак, «Крым онлайн» прямо сейчас. Сочетание солевых реагентов и льда дало неожиданный результат. Диски автомобилей поверхности кузовов покрылись настоящими звездами, сталактитами и королитами. Выглядит это красиво, но водители не очень довольны таким тюнингом. Радует то, что украшения растают с наступлением плюсовых температур. Алуштинцы делятся в социальных сетях переживаниями. В Судаке построили прекрасную площадку для скейтеров и байкеров. Подобного аттракциона очень не хватает и в Алуште. Действительно, горки не только заставляют подростков проводить время с пользой, но и выглядят эффектно. Такие сооружения – украшения любого города. Многострадальный участок дороги от автостанции Марьино до остановки Байничный городок в Симферополе тревожит умы водителей очень давно. Ежегодно дорожное полотно претерпевает ямочный ремонт, который сходит вместе с первыми снегами. Автомобилистам приходится лавировать между выбоин. Когда дорогу починят капитально? Раннее утро – не повод для сна. Особенно, если ты за рулем. Водитель легкового автомобиля отвлекся или задремал, в результате чего врезался в стоящий у обочины грузовик. Обошлось без жертв. А вот от издержек дорожно-транспортного происшествия теперь не отвертеться. Снег в городе – радость для детей. Севастопольцы делятся в социальных сетях видео и фотографиями февральских улиц. И пока молодежь наслаждается санками, старшее поколение фотографирует поэтически заснеженные улицы, южного города и вечно зеленую растительность. Продолжая тему дорог и водителей, у меня есть очень забавная история. Она касается одного из россиян, который решил обменять свободу на водительские права. Дело в том, что он однажды нарушил ПДД. В итоге у него права эти отобрали, но он работает водителем. У него очень большой стаж и, конечно же, права ему необходимы. В итоге он сам пришел в полицию, предложил им сдаться, предложил, чтобы они его посадили в тюремную камеру, он там отсидел необходимый срок, но при этом ему вернули поскорее права. Да, права – это его хлеб. И, наверное, осталось самым интересным, согласились ли правоохранители на такие условия. Но об этом пока не сообщается, но главное, что мужчина раскаялся. Он теперь, я думаю, будет очень внимателен на дороге и не будет совершать таких нарушений. Это урок абсолютно всем. Но у меня есть еще одна интересная тема. Ты знаешь, что у нас в городе есть только один бесплатный общественный туалет? Общественный туалет один – это очень плохо. Но у нас в городе также есть и наш корреспондент Алиса. А, пока нету Алисы. Алисы пока нет. Она нет. Ее нет. Алисы пока нет, но мы возвращаемся к теме, собственно, уборных общественных. Дело в том, что она единственная находится в детском парке пока, на данный момент. Но Наталья Маленко, глава администрации города Симферополя, заявила, что это временное явление. И уже совсем скоро в Симферопольском парке имени Юрия Гагарина откроется тоже подобное заведение, куда смогут зайти симферопольцы и, в общем-то, поправить свою прическу в случае. Как ты красиво назвал туалет. И я думаю, что никто еще не говорил, что это такое заведение. Знаешь, какое-то возвышенное слово для него. Но в парке Гагарина, в принципе, всегда существовал туалет, но по каким-то причинам в последнее время он уже не работал. Он не работал с советских годов, к сожалению, потому что не совсем был полностью реализован проект реконструкции парка. Но Наталья Маленко отметила, что парк будет преображаться. Уже сегодня многие системные начинания, которые были начаты прошлой властью города, они будут поддерживаться. Будет проведено озеленение дополнительное с учетом, скажем, специфики именно крымского климата. Как мы знаем, подключили к этому дендрологов детского сада. Господи, прошу прощения, парка имени Воронцова. И у нас как раз сейчас есть стрим. Наш корреспондент Алиса Троян на связи. Алиса, здравствуйте. Дорогие друзья, я нахожусь сейчас в парке имени Шевченко. Я решила пройтись по всем паркам Симферополя, потому что у меня есть такая возможность. Ну и что я хочу вам рассказать о том, что теплее на улице не стало. И, к сожалению, сегодня особо и не станет, потому что температура воздуха будет прогреваться до 3 градусов тепла. Но это будет не особо ощутимо, потому что ветер юго-западный. Он все-таки будет не на полную мощность согревать нас долгожданным зимне-весенним теплом. Но зато, между прочим, потихонечку температура каждый день будет подниматься на 1-2 градуса, что в итоге приведет к тому, что 7 марта температура воздуха будет примерно 8 градусов. Ну а, конечно же, уже 10 числа обещают плюс 11. И, конечно же, это очень порадует туристов, потому что они выбрали для себя Ялту. Потому что Ялта заняла топ-5 мест, которые россияне выбрали для этого маленького уикенда, который будет длиться с 8 по 10 число. На 1-м месте Ялта, на 2-м Сочи, на 3-м Геленджик, ну а потом, конечно же, вошли остальные крымские города. Это Алушта и Севастополь. То есть 3 из 5 мы взяли на себя должность обеспечить хорошим теплом и хорошим отдыхом, потому что такой небольшой у нас получается перерыв между рабочими буднями и праздниками майскими, которые нас ожидают. Но об этом мы будем говорить гораздо позже. А сейчас хочется еще отметить, что совпало конец уикенда и Масленицы, и поэтому будет уникальная возможность совместить. И с 4-го числа начнется Масленица, и, конечно же, на 8-е число будет официальный выходной. Поэтому будем верить, что как раз-таки погода в этот раз нас не подведет и будет теплой. Коллеги! Спасибо большое, Алиса, за интересный рассказ. Как я и говорил, Алиса Троян, наш главный специалист-метеоролог. Она является ведущим ученым в этой степени и в этой сфере, и способна рассказать о самых интересных нюансах погоды. Но дело в том, что не только этим ограничивается сфера заинтересованности этой удивительной журналистки, а она еще и большой специалист по искусству. То есть она художник, ты хочешь сказать? Я даже не знала, что... Она искусствовед, она очень хорошо разбирается, особенно в Верхнедунайской школе возрождения, на эту тему написана ее диссертация. Но и касательно Крымской школы художников, она тоже знает толк. И давайте посмотрим следующий сюжет, который сделала Алиса Троян про художников. Крымские пейзажи, иконы и даже мозаика. В Симферопольском доме художника открылась выставка памяти крымского живописца. Владимир Колесник родился в Днепропетровске, обучался искусству живописи в Крыму, во Львове и даже в Москве. Но местом для жизни выбрал Крым, и до конца жизни художник жил в Ялте. Почему, становится понятно по его картинам. На экспозиции одни из самых ярких картин художника. Пейзажи, пронизанные чувственностью приморского города, акварельные натюрморты, изображения будней крымских народов. Произведения будто передают экспрессивный характер автора. Я думаю, что этот художник всегда скучал по живой натуре. Поэтому, где бы он ни был, он обращался вот к этюдам натурным. Вот здесь мы видим Самарканд, здесь мы видим крымскую тематику. Ну вот это вот уголок Тарханкулта, такого западного нашего побережья. Вот уже сюжетная картина. Он вообще, ну как бы очень интересовался этнографической стороной жизни. После окончания Симферопольского художественного училища Владимир отправился во Львов учиться монументальной живописи. Работы в этом стиле стали визитной карточкой живописца. Картина «Джангуль Тарханкулт» называется. Это вот он писал тоже с натуры, ездил на Тарханкулте. И как техника холст масла. Ну вообще вот у него пастозное, видите. То есть это где-то просвечивается лессировка, а потом сверху уже идет корпусное письмо такое вот маслом. То есть оно такое живое, даже не импрессионизм, а даже экспрессионизм. Много работал автор еще в одном направлении творчества. По благословению архиепископа Львовского и Гальцкого Августина Владимир отправился на обучение в Москву. Владимир Колесник три года учился в иконописной школе при Московской духовной академии и был одним из самых ярких учеников выпуска. Кроме классических работ есть непривычные и даже странные. Автор увлекался византийской живописи, главной чертой которой были грубость и схематичность. Это картина «Пир в Кане Галилейской». Взят за основу сюжет библейский про рыб и про вино. Известный сюжет. И он трактовал по-своему. То есть он стилизовал. Вот есть фигура Иисуса, потом люди вот пришли, то есть кувшины, вот эти амфоры. То есть он все как, ну максимально вот такую идею передал там, значимость. Ну так как, такой как праздник. Художник расписывал храмы, создавал фрески и проекты алтарных мозаик. Эти работы были созданы исключительно для домашнего иконостаса. Особенно интересно средняя, потому что ее техника напоминает то, как в средние века украшались храмы. Для создания этого фрагмента каждая стеклышко, иначе говоря смальта, укладывалась в ручную на восковую дощечку. Чтобы создать такую золотую смальту, используют фольгу, проложенную между двумя слоями стекла. Некоторые не больше спичечной головки. Параллельно нельзя было вот иконы и картины. То есть надо было выбирать, потому что когда он иконы писал, он погружался. То есть это как, вообще как молитва в красках. Владимир Колесник писал картины на протяжении всей жизни. Менялся он, менялся стиль. Выставка продлится до 8 марта, вы еще успеете ее посетить. Вход абсолютно свободный для всех желающих. Ну что ж, Алиса заинтриговала, прям так и захотелось пойти на эту выставку и посмотреть. Иконопись это на самом деле действительно удивительная вещь, потому что мало людей, кто знает, как пишутся по-настоящему иконы. И вот, позволю себе сделать небольшой экскурс. Для начала лик пишется почти черной краской, то есть совсем-совсем черный фон. И только потом, слой за слоем, полупрозрачным, или даже, можно сказать, почти прозрачным, накладывается светлая краска. И тем самым создается внутреннее свечение изнутри вика. И вот в этом, собственно, уникальность иконописи, которую, как мы знаем, изобрели греки. И потом высшей степени развития она достигла именно в средних веках на Руси. В XIII веке, XIV мы знаем работу Великого Рублева, которые до сих пор сохранились и являются эталонными в этом жанре. Меня поражают больше всего твои глубокие познания из области искусства. И, конечно же, для меня даже открытие то, как создаются иконы. Это меня всему научила Алиса. Большое ей спасибо. Спасибо большое. Ну, а сейчас у нас новости из интернета. Там тоже есть что интересное, что можно посмотреть этим. И рекомендуем вам заняться прямо сейчас. Камчатские рыбаки с трудом прогнали прожорливого тюленя судна. Животное забралось на сейнер и на глазах моряков стало наслаждаться замороженной рыбой. Башкирский умелец сконструировал подъемник для детской горки из старых жигулей. На записи видно, как агрегат, получившийся из автомобиля, исправно поднимает малышей вверх по склону. Судя по кадрам, устройство выполняет возложенную на него задачу. Но безопасно ли это? Истинное добро всегда просто. Так гласит народная мудрость. Вероятно, ей следовал добрый и честный таксист. В российской столице шофер из Киргизии вернул миллион рублей за быт у него в машине. Можно представить радость пассажира. Вот мы забыли в машине миллион рублей и паспорт. Ваш сын нам их вернул в целости, в сохранности. Кто здесь главный? Ну, конечно же, и я. Кот берет бразды правления в свои лапы и ведет хозяина на поводке. Тот не отказывается от своей роли и идет на поводу. Космонавт Олег Каноненко сделал серию впечатляющих снимков Луны, заходящей за горизонт Земли. На фотографиях кажется, что спутница Земли как будто бы магическим образом растворяется, не доходя до кромки планеты. Этот оптический эффект возникает из-за того, что мы видим Луну через атмосферу. Один из российских телеканалов запостил в социальной сети видео, где мальчик рассуждает о роли мужчин и женщин в обществе. Всем хорошего дня! А девочки, это просто помада и красота. Я предлагаю прикоснуться к еще одной теме, которую мы анонсировали в самом начале нашего эфира и которую предлагаю продолжить сейчас, потому что специальный гость по этой теме уже здесь. Да, давай я тогда уже и раскрою эту тему. Она называется «Далевое строительство». Будем о ней как раз-таки сегодня и говорить. У нас в гостях Дмитрий Борисович Буравлев, начальник службы Государственного строительного надзора Республики Крыма. Вас приветствуем в нашей студии. Здравствуйте. Дмитрий Борисович, но эта тема очень актуальна для, в принципе, всей территории России, хотя власти нашей страны делают все, чтобы ее исправить. И с 1 января начал действовать новый закон. Расскажите немного о нем. А позвольте я перебью. Далеко не все знают, что такое «Далевое строительство». Можно такую маленькую ремарку вначале, чтобы пояснить? Я думаю, что надо начать все-таки с того, что такое строительство в принципе, да, у нас в Российской Федерации складывается. Строительство же — это не только непосредственно возведение объекта, да, это большая подказательная работа перед. Это выделение земельного участка, это проектирование, получение градостроительного плана земельного участка. Проект, если мы говорим про «Далевое строительство», обязательно должен пройти экспертизу, получить разрешительные документы. И только после этого непосредственно сами строители могут выйти на стройку. И вот говоря о «Далевом строительстве», в первую очередь нужно понимать, что вообще гражданину войти в «Далевое строительство» можно только в момент, когда уже начинается, когда у строительной компании есть разрешение. Вот это вот первый, как бы основной момент. Но как-то получается, что очень много обманутых дольщиков. Это что, у них не было документов? Давайте сначала, что такое «Далевое строительство». Я, например, вот не знаю. «Далевое строительство» — это способ финансирования, по сути, объектов от граждан к строительным компаниям. У нас вот с 1 июля вступают в проектное финансирование, так называемое, да, когда деньги дольщиков уже будут собирать непосредственно банки. Они не будут поступать на прямую застройщику, и у него, в принципе, не будет возможности их потратить на какие-то иные цели, кроме непосредственно объекта строительства. Вы же понимаете, что вот такого количества обманутых, если мы говорим про дольщиков, обманутых дольщиков, оно взялось от того, что многие строительные компании действовали по принципу финансовой пирамиды. То есть они собирали деньги и вкладывали эти деньги на достройку предыдущих объектов. И так по накопительной все то же самое, что, к примеру, у нас было с теми же самыми финансовыми пирамидами типа ММН. Вот мы знаем, что у нас в Ялте огромное количество обманутых дольщиков, а вот что касается Симферополя. Ну, по поводу Ялты нужно сказать, что это не совсем дольщики с точки зрения закона. Потому что есть у нас федеральный закон 214 ФЗ, который регулирует порядок привлечения денежных средств. Так вот, порядок регистрации договоров. Так вот, в Ялте не были деньги привлечены именно по 214 ФЗ. И гарантии, вот тех самых гарантий государственных для тех дольщиков, они их нет. А вот что касается Симферополя, здесь еще такие инциденты не происходили? Пока нет. Ну, может быть, единичные случаи какие-то были, но это не носит такого массового характера, как, например, в Ялте, где у нас порядка 29 объектов на сегодняшний момент выявлено, с которыми мы, как республика, вынуждены в ручном режиме фактически разбираться. Ну, а вот суть нового закона, который вступил в силу с 1 января, заключается в том, что теперь дольщики платят не напрямую застройщику, а платят банку, я так понимаю. Он вступает с 1 июля. А, с 1 июля он вступает. Да, с 1 июля он называется проектное финансирование. Это внесение изменений в тот же самый 214 ФЗ, который говорит о том, каким образом на сегодняшний момент можно привлекать денежные средства. Это появление из крово-счетов, это специальные счета, на которые банк аккумулирует средства дольщиков, и фактически за это он финансирует строительную организацию на постройку того или иного объекта. Ну, а вот что несет именно включение банка в эту структуру? Уменьшаются риски, финансовые риски, потери, потому что контроль за финансами, непосредственно затраты финансовых средств, он будет непосредственно лежать на банке. То есть банк в случае чего может просто забрать это строительство и его завершить? Ну, это один вариант. В случае банкротства, эти деньги же не потрачены, по сути. Деньги дольщиков. Они возвращаются дольщикам в случае какого-то там нового непредвиденной ситуации. То есть... Это одна из основных, вот вообще на самом деле, новелл закона. И сейчас, да, еще принимается решение, на какой стадии объект будет входить в это проектное финансирование. Потому что мы понимаем, что деньги привлечены уже по многим объектам дольщиков. И разные стадии готовности. То есть где-то там дом уже практически построен и готов вводу, и там вводить проектное финансирование, это, наверное, не очень правильно. И сейчас на уровне Минстроя России как раз обсуждается вот этот уровень объектов, на которые можно зайти в такой схеме. Ну, я хочу сказать, что мы тоже не дремали, подготовились к вашей встрече. Наши корреспонденты, журналисты, вышли на улицу Симферополя и спросили симферопольцев, что же они знают о долевом строительстве и строительстве как таковом. Прямо сейчас блиц-опрос. Если они портят архитектурный облик города, то я считаю, что их тоже нужно убрать или загораживать пожарный проезд до сих пор, ну, допустим, да, или стоят на коммуникациях подземных, то, естественно, это надо убирать, потому что все незаконно построено. Я считаю, что нужно, потому что должна быть общая архитектура, чтобы город был красивый, не так не построено, вот сарайчиками, непонятно что. Где-то, может, они не видно, а вот когда они выходят на дорогу, в пристройки, это, конечно, никуда не годно. Она некрасива. Это нарушает общий вид города, как бы портит, мягко говоря. Делали пристройки на тротуар, что и пройти нельзя. Делали дополнительные себе входы, в магазины, в предприятия. Ну, это все, конечно, нежелательно. Надо создавать комиссию, все это проверять, потому что это излишняя площадь, за которую не плащат, и тем более зарабатывают деньги. Бывает, мешают, когда, особенно, там, ларьки, какие-то пристройки стоят на тротуаре, и даже вот просто актуально, там трудно с коляской проехать. Кстати, мне сосед построил двухэтажный дом, закрыл мне общий проход, и все, я никак не могу найти теперь управу на него. Как бы, с одной стороны, мешает, когда, например, там есть пешеходная часть, да, ну, там есть двор, грубо говоря, была там детская, например, площадка, да, там взяли, кто поставил себе там дом. Ну, я считаю, что это неправильно. Вот, но если, например, человек там забирает там кусок земли и, например, облагораживает вокруг его, ну, почему бы и нет. Ну, что же, как показал глаз народа, больше всего симферопольцев волнует вопрос несанкционированного самовольного строительства. Скажите, насколько актуальна эта тема в действительности? Безусловно, это одна из самых острых тем, актуальных, особенно в нашем регионе. Чем она актуальна? Что, слишком много? Бесконтрольно. У нас сейчас большое количество выявляется объектов. Здесь нужно понимать, что служба государственного строительного надзора, одно из основных ее направлений деятельности, это как раз борьба с самовольным строительством. Борьба это как происходит? Значит, есть законные методы по выявлению, по пресечению тех же, то есть через судебные органы, административными рычагами, да, довольно существенные штрафы за самовольное строительство. Для юридических лиц, к примеру, это от 500 тысяч до миллиона. Но это для юридических. Да, либо административное приостановление деятельности 90 суток. Для юридического лица это очень действенное, особенно в сезон, в разгар строительного сезона приостановить на 3 месяца фактически работу. Это очень бьет. Наверное, наиболее актуальна эта тема для южного берега Крыма или для Симферополя в том числе? Вы знаете, Симферополь тоже не отстает. А, скажем, Северный Крым, там есть эта проблема? Там в меньшей степени, потому что финансовый интерес к нему не такой высокий, как к южному берегу или к центральным районам типа Симферополя. Поэтому там нет такого острова. Вы знаете, одной из задач, которую поставил Савел Иванович перед службой, это побороть все-таки возникновение новых. Да, то, что мы имеем какое-то прошлое, на сегодняшний момент мы все эти объекты знаем и уже возникновение новых они будем по максимально пресекать, максимально возможно. Есть гражданский кодекс, который регулирует порядок сноса самовольных построек. Я думаю, что в ближайшее время такой снос на территории Крыма начнется. Скажите, вот легендарный или, извините, легендарный куб в центре города. Насколько я знаю, там решение уже получено, сейчас определяется способ его исполнения этого решения суда о сносе. То есть, кто за чей счет будет фактически сноситься. Суд как раз это сейчас определяет. А вообще, сколько зданий планируется демонтировать, я имею в виду, незаконных построек? Слушайте, ну, тысячу, пять, десять? Нет, у нас всего построек, сейчас здания находятся в стадии строительства, вот на пятницу 991, 991 объект, который вообще строится на территории Крыма. Из них там какая-то часть самовольных. Скажите, пожалуйста, вот, допустим, я живу в частном секторе, и тут за забором сосед начинает возводить пирамиду Хеопса. Куда мне обращаться? Что мне делать? В первую очередь, вы можете обратиться в орган государственного строительного отзора. У нас адрес. А именно к вам? Да, пожалуйста. Мы в рамках своей компетенции проведем проверку, поскольку мы, помимо осуществления государственного строительного отзора, еще и осуществляем выдачу разрешения на строительство. Поэтому мы сразу же можем выявить, законное строительство или незаконное. Ну, а вот вообще часто обращаются вот именно с такой ситуацией, которую привел Саша, потому что, наверное, многие хотят незаконную пристройку сделать? У нас несколько сотен обращений в месяц. Это много или мало? Как вы считаете? Сложно сказать. много это или мало, но я считаю, что это достаточное количество. Не все, поймите, не все обращения, которые делают граждане, не по всем объекты реально самовольные. Ну, может быть, ссора между соседями. Соседний захотел говорить, что он, по сути, все согласовал и строит на законных основаниях. Ну, к примеру. Такое тоже бывает. Дмитрий Борисович, к сожалению, время нашей беседы истекло. Очень интересная тема. Я думаю, что мы к ней однажды вернемся. Если вы будете столь милости, вы еще придете к нам в гости. Мы с удовольствием вас пригласим. Я напоминаю, что у нас в гостях начальник службы государственного строительного надзора из Республики Крым Дмитрий Борисович Буравлев. Большое вам спасибо. Беседа была очень интересная. Но мы переходим к следующему пункту нашей беседы. Это погода. Это наиболее актуальная, наверное, на сегодня тематика. КОНЕЦ 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 Саша, ты знаешь, я вот недавно задумалась над тем, что у нас очень много профессий уходит, исчезают, например, суфлер в театре, который существовал, или диктор новостей. А сейчас появляются новые профессии. И, может быть, в скором будущем появится и космический экскурсовод или какой-нибудь диетолог тоже космический. Это будет очень актуально. И вот у меня есть еще к этому новость, что почему я вдруг задумалась над этим. Дело в том, что у нас в России хотят построить первый частный космодром, откуда будут летать ракеты в космос, и они будут совершать туристические экскурсии. Планируется, что уже в 2025 году будет запущена первая ракета, а в 2023 будет проведено первое испытание. Этого и около 700 человек смогут достигнуть высот. И хотелось бы еще сказать, что будет это, конечно же, стоить очень недешево. Мы всегда знаем, что все на ухау всегда стоят недешево. Но я думаю, что наши внуки, ну, не наши с тобой конкретно, а в целом поколение наших внуков, застанет тот момент счастливый, когда они смогут отправиться в путешествие, например, на выходные, на Кольца Сатурна, или посетить какие-нибудь марсианские достопримечательности, долину Маринер, например. Буквально вчера перед сном читал удивительную статью, посвященную именно колонизации Марса. И на самом деле, будущее на самом деле начинается именно сегодня. И мы сделаем первые шаги. Уже первые люди, вероятнее всего, в 20-х годах полетят на эту планету, собственно, ближайшую к нам, землеподобную, и начнут там ее потихонечку обживать. И самое интересное, что возникнет проблема не в столь, скажем, технологии быстро развиваются в организации быта, а в организации управления этой колонии. Ведь мы все понимаем, что история развития социологии, социального строя, она очень сложная, и всегда все общества ее проходят. И как это будет на Марсе, это будет очень и очень непросто, но, по крайней мере, интересно. Ну, я думаю, что в связи с этим у нас появится и какая-нибудь новая рубрика, тоже связанная с космосом. Ну, а сейчас я предлагаю поговорить о наушниках, потому что какое-то время назад, да, в советское время, мы даже не думали о них и не пользовались, как пользуемся ими сейчас. И это более чем актуальная тема, и поэтому предлагаем посмотреть наш следующий материал. Наушники – неотъемлемый гаджет почти для каждого современного человека. Изобрел их еще в 19 веке французский инженер Эрнес Меркадье. Первые такие устройства были громоздкими и занимали много места. О, телефон! Возьми трубку! Ничего, ничего! Алло! Алло! Со временем появились так называемые капельки – внутриканальные наушники для телефонных звонков. В наше время существует несколько видов – накладные, мониторные, внутриканальные, вставные, полноразмерные. Популярные – так называемые вакуумные, то есть вкладыши и беспроводные наушники. Я слушаю музыку довольно часто, потому что мне нравится музыку. Использую я в основном вакуумные наушники, потому что для меня они больше всего удобные, мне так кажется. Я предпочитаю обычные, не вакуумные наушники. Использую наушники постоянно, каждый день, как только выхожу из дома. Ну, наушники, на самом деле, периодически пользуюсь, в основном, когда иду на работу или с работы. То есть немножко фон, чтобы какой-то играл, и смотришь по сторонам, там солнышко светит или не светит, и музыка, она как бы навевает определенное настроение. Музыку я слушаю практически каждый день, когда я хожу гулять. Просто так ходить и смотреть по сторонам не очень интересно. Если это украшено музыкой, то я с удовольствием слушаю ее. Я накачиваю себе заранее музыки. Я люблю русский рок. У меня есть целый комплект разных наушников разного цвета. Есть белые, красные, зеленые под настроение. Всегда, всегда они со мной в сумочке. Я слушаю музыку как на фоне, так постоянно, но не громко. Чтобы не нанести вред в шум. Накладные наушники самые безвредные. Они не пропускают фоновый шум и звук распределяется равномерно, в отличие от тех же вакуумных, которые воздействуют непосредственно на барабанную перепонку. Но, к сожалению, все они негативно влияют на слух. Выше громкость, выше давление и износ органов слуха. Уровень шума в наушниках составляет примерно до 120 дБ, а реальная опасность появляется уже с 80 дБ при постоянном прослушивании. Очень много факторов поражающих слух. И, в частности, это громкая музыка, которая звучит на рок-концертах и слушается молодежи в наушниках. Эта проблема очень серьезная, часто приводящая к инвалидизации по слуху. И у нас очень много инвалидов, и в молодом возрасте, к сожалению, тоже. Если вы стали хуже слышать, отметили звон, шум в ушах, немедленно обращайтесь к врачу. При обращении в течение трех дней по статистике слух восстанавливается в 80% случаев, через две недели в 50%, а спустя месяц такая вероятность сводится к 1%. Но все не так страшно. При обычном разговоре уровень громкости достигает 40 дБ. Если слушать музыку в этом диапазоне, то вреда не будет. Наушники можно назвать своего рода чудо-инструментом. Вот таким образом ими можно заменить микрофон при его отсутствии. Раз-раз. Работает. Пользоваться наушниками или нет, каждый решает сам. Главное, как и во всем, знать меру. Если вы все же сделали выбор в пользу устройства, не забывайте про безопасность на дорогах и берегите органы слуха. Ксения Шарапановская, Алексей Семенов. Утро нового дня. Очень важно правильно уметь пользоваться наушниками, потому что я действительно слух — это один из тех бесценных даров, которые мы получили от природы, потому что мы можем наслаждаться не только музыкой, но и просто звуками природы. Природа ведь — это, наверное, самое прекрасное, что окружает нас. Ну, я хочу сказать, что не только надо о слухе заботиться, но и, конечно же, о своей жизни, потому что именно наушники становятся причиной гибели людей, которые просто не замечая, например, дорожного движения, не замечая автомобилей, переходят, и их отвлекает в первую очередь музыка, которая звучит в наушниках. Поэтому, выходя на улицу, категорически не рекомендуется ходить в наушниках, и уж тем более, если вы садитесь за велосипед, например, или какой-то другой роликовый транспорт колесный, ни в коем случае не слушайте музыку в наушниках, потому что вы просто не заметите движущегося рядом человека, машину или другую любую опасность. Ну, да, вот в этом я с тобой полностью согласна. Я, например, никогда не хожу на улице с наушниками, как бы мне не хотелось послушать какую-то музыку, музыка может отвлекать, поднимать настроение, но считаю, что безопасность в первую очередь. Ну, точно знаю, если ты включаешь наушники, с кем бы ты с удовольствием прошлась по улице? Интересно, с кем? С прекрасной, милой собакой, которая не только бы, скажем, стала твоим охранником, но и дополнила твой внешний вид. Дама с собачкой. Дама с собачкой, да. Конечно, даже популярная тема. А мы расскажем о собаке Брайт. Давайте посмотрим. У нее нелегкая судьба. Солнышко Брайт очень ответственный и внимательный. Он умеет охранять и дружить. Добрый и любящий парень. Он очень красивый, но грустный, потому что люди его взяли и предали. Звоните. Пусть солнечному псу повезет. Плюс 7978-863-1103. Я так и видел этого Брайта в твоей компании. Вы бы очень хорошо смотрелись. Прекрасная солия и очень солнечные, милые песи. Я очень люблю животных, это правда. И каждый раз, когда мы показываем эту рубрику и показываем очередную собаку, мне их всех жалко. Мне хочется, чтобы каждая нашла своего друга, нашла своего хозяина. Почти как у Блока в стихотворении, где все вернулись в родную гавань, как, собственно, это сделали мы. Только высоко у царских врат плакал ребенок. Но мы поговорим о пробках, потому что это тоже очень-очень актуально. Итак, площадь Куйбышева. Это один из узлов города Симферополя. И что же мы видим сейчас происходит с высоты птичьего полета? Площадь проспект Победы, который вливается в это кольцо, окрашен в красный цвет. И здесь движение очень сильно заторможено. Тем не менее, в сторону проспекта Победы, вверх по нему, в сторону выезда из Симферополя, движение не затруднено и свободно. Улица Киевская, это другая улица, которая вливается в площадь Куйбышева. Мы видим, что по направлению к кольцу движение сильно заторможено, а в обратную сторону оно присутствует. Проспект Кирова, как ни странно, мы видим зеленого цвета, движение там свободно, и между двумя кольцами, площадью Советской и площадью Куйбышева, можно спокойно передвигаться. Движение здесь не затруднено. Что же касается площади Советской, мы видим, что улица Ленина в обе стороны стоит, то есть движение затруднено, опять-таки вновь это происходит из-за того, что здесь очень сложный перекресток с улицы Ленина и улицы Шмидта и улицы, господи, она называется Красноармейская, Пролетарская, прошу прощения. Что же касается другой артерии Симферополя, это улица Севастопольская, она имеет, как мы видим, такое мозаическое строение, часть ее окрашена в красный цвет, мы видим на подъезде к центральному рынку как раз такая ситуация и происходит. Что же касается другой ее части, вот есть участки желтого цвета и вновь красная. Мы приближаемся к часу пика, это означает то, что большинство людей уже выехало на работу и поэтому максимальная напряженность транспорта на дорогах, и мы видим, как это отражается на карте. Дело все в том, что эта карта не является зерцалом и образчиком, потому что она тоже имеет определенные отклонения и может не совсем действительно отображать действительность. Не совсем правильно. Давайте посмотрим, что происходит в Севастополе. Севастополь на данный момент это самый большой город Республики Крым и мы видим, что несмотря на более петлистое строение дорожной сети, здесь движение менее затруднено, по крайней мере, это касается периферических улиц. Центральная часть города, тем не менее, где много перекрестков, тоже мы видим красный цвет и здесь движение несколько сковано. Это, естественно, повторюсь, сейчас пик и все люди выехали на работу. Поэтому, друзья, если вы собираетесь не опоздать на свое рабочее место, знайте, что выезжать стоит несколько заранее и это следует учитывать, выстраивая свои логистические схемы. Саш, ну вот я хочу отметить, что, например, ситуацию с пробками решила эвакуация, например, автомобилей. Но даже это не помогло не нарушать правила и некоторым водителям, и самим эвакуаторщикам, которые забирают машины, когда, например, появился водитель и не может предоставить документы, потому что они находятся в автомобиле или, например, не фиксируют на видео как раз-таки то, как они забирают машину. Ну и были другие ряд причин, и теперь депутаты предлагают все-таки штрафовать за незаконную эвакуацию. Я думаю, многих водителей эта тема сегодня обрадует. Я вот, например, тоже еще столкнулась с такой ситуацией, мне об этом рассказывали, что в Ялте особенно часто нарушали, но там сейчас эта штрафстоянка не работает, нарушали эвакуаторщики, которые, например, в итоге брали сумму намного большую штрафа, чем надо было. Сумма составляла 2300, а они брали на 1000 рублей больше. Люди об этом не знали и, конечно же, платили то, что они требовали. Ну я рад, что теперь с обеих сторон, со стороны водителей, со стороны тех, кто занимается вывозом эвакуации автомобилей, теперь будет какая-то ответственность, и это хорошо. Ну что же, дело в том, что у нас наш корреспондент Алиса уже готова рассказать о реальной ситуации на дорогах, о пробках. Алиса, здравствуйте, вы с нами. Здравствуйте, еще раз, дорогие друзья. Сегодняшнее свое путешествие по паркам Симферополь я завершаю в семинарском сквере. Хочу вам сказать, что прохлада на улице, пока я ждала встречи с вами, у меня действительно замерзли руки, поэтому я вам все-таки советую их держать или крепко в карманах, или все-таки быть заранее подготовленными, и все-таки надеть перчатки. Еще хочется мне сегодня вам напомнить о том, что Минприроды Крыма проверила атмосферу над Крымом, и сказано, что никаких загрязнений в воздухе не выявлено, поэтому можно действительно, как и я, в сегодняшний день, да и в любой другой день ходить по паркам, дышать свежим воздухом, это будет вам только на пользу. Но еще хочется отметить, что сегодня свой день неторопливости празднуют все медленные люди. Я официально считаю это своим праздником, но придумали его итальянцы. Они придумали его недавно, в 2007 году, и как они его празднуют? Там есть 14 заповедей о том, как правильно провести этот день. Ну, как минимум, нужно пораньше встать, для того, чтобы не спеша насладиться завтраком. Или, например, нужно просто, вместо того, чтобы нервничать, стоя в пробке, почитать книгу, послушать музыку или поговорить с водителем. Этот праздник придумала ассоциация искусства медленно жить, которая тоже находится в Италии, и скоро, наверное, этот праздник наберет новые обороты. А еще там есть очень забавные конкурсы, потому что именно в этот день в Риме проводится очень странный марафон. Длина его составляет 300 метров всего лишь, но самое главное пройти его нужно за 87 минут, не останавливаясь ни на секунду. Испытание, конечно, не для слабонервных, но действительно есть сегодня уникальная возможность никуда не торопиться, тем более, что на улице очень холодно. Может быть, выйти заранее, а может быть, если есть возможность, вообще никуда не выходить и просто наблюдать за всем, что происходит на улице. Я желаю вам отличного дня и хорошего настроения. Алиса, мы выяснили, что в парках пробок нет, а довольно холодно при всем при этом. Как не замерзнуть на следующий сюжет? Крымская погода, дама капризная. Если на южном берегу могут свистеть деревья, то ближе к центральной части вполне вероятно лежит снег. За окном увидели сугробы. Лучше перед выходом немного подготовиться. Одеваемся, естественно, тепло. Лучший выбор верхней одежды пуховик. В случае падения он замечательно смягчает удар. Ну, а у меня, как вы видите, вариант неправильный. Обувь должна быть максимально комфортной и не скользкой, поэтому дамы каблуки сразу в сторону, даже если они вам кажутся устойчивыми. И следите, чтобы протектор был достаточно большим. Шапка. Во-первых, это тепло. Ну, а во-вторых, дополнительная защита от удара. Внимательно смотрите, куда вы идете. Ведь, несмотря на морозную погоду, лед может быть достаточно тонким. Ого. Как же ходить, чтобы не упасть? Во-первых, не спешите. Чем меньше шаг, тем лучше. В самых опасных местах можете потихонечку скользить. Никогда не держите руки в карманах. Разведите их в сторону и плавно-плавно балансируйте. Как же правильно падать? Лучший вариант группироваться. Любая выставленная часть тела может травмироваться. Наша задача максимально смягчить удар. Поэтому, если вы видите опасное место, лучше немного присесть. Нельзя падать на ягодицы, грозит травмой копчика, на локте, на колени и на ладони вытянутой, подчеркиваю, руки. Ни в коем случае не разговаривайте по телефону. Лучше остановитесь. Потеряйте пару минут, но обойдетесь без травмы. После падения почувствовали даже легкий дискомфорт? Без замедления обращаемся к врачу. Внимательно, очень внимательно переходите дорогу. Даже если кажется, что льда нет в тени, асфальт может быть скользким. Поэтому убедились, что автомобили стоят, после чего начинаем движение. Крым прекрасен в любую погоду. Стоит лишь немного подготовиться и никакие сюрпризы вам не страшны. Ну а прямо сейчас наши коллеги из новостейной студии готовы с нами связаться. Здравствуйте! Здравствуйте, ребята! Гульнара, скажите, пожалуйста, мы сегодня обсуждаем тему мусора. Готовы ли вы его собирать раздельно? Разумеется, любой мусор нужно собирать раздельно. Но, скажем так, отдельный пункт у нас на пластиковых бутылках. Очень удивляет, когда люди идут на пикник и не то чтобы оставляют вокруг себя эти бутылки, они пытаются их сжечь. Что самое страшное для нашей атмосферы. Сгорая одна бутылка, выделяет в атмосферу огромное количество вредных веществ и едкий дым. Мы этого никогда не делаем, но я стараюсь даже не покупать продукцию в пластиковых бутылках. И еще один бич на сегодня это полиэтиленовые пакеты. Это правда, они очень долго разлагаются и тем самым засоряют нашу природу просто на сотни лет. Спасибо, Гульнара. Мы желаем вам хорошего эфира и хорошего продолжения этого дня. Ну а мы можем в свою очередь сказать, что уже готовы поставить точку в сегодняшнем эфире. На сегодня. И мы обязательно вернемся к вам, друзья, завтра и расскажем самые актуальные и самые интересные новости. В прямом эфире для вас работали Александр Ткачев и Салия Салямова. До новых встреч завтра. Спасибо, что выли с нами и, конечно же, встретимся завтра. До новых встреч.